Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Богаченко Евгений, это проект Key4Main. Сейчас мы будем находить координаты обсервованного места судна, то есть все для чего мы делали, к чему шли, сейчас окончательный этап. Значит, что у нас есть? Есть наши счислимые координаты, азимут и светил, в круговом счете, можно сказать, пеленга, и переносы. Для того, чтобы нам решить нашу задачу, нам понадобится лист в клеточку, либо можно это делать на карте. То есть, если у вас есть карта, где прямо счислимые координаты есть, и у вас она нормального подходящего масштаба, то можно делать на карте. Сразу потом получите точку и можно будет снять обсервованную точку по карте. Если нет, возьмите листик в клеточку, так будет проще. Я буду использовать планшет, чтобы было только нагляднее показывать, как мы прокладываем азимуты, то есть направление на светил. То есть, если у вас есть навигационный транспортир, вы просто пользуетесь им. В центре планшета, естественно, мы считаем, что это наши счислимые координаты. Первый азимут 158 и 8. Ну, грубо говоря, 159. Вот наш азимут в эту сторону, стрелочка указывает. Второй. 292 и 6. Ну, примерно 292 с половиной. Я постарался так сделать. Третий. 0,69. 0,69. Перенос отрицательный, значит, в сторону обратного направления на светил. То есть, у нас 158 и 8 сюда. Откладываем сюда. То есть, вот. Раз, два, три, четыре. Наглядно видно. Будет 4 мили. И чертим перпендикуляр. Этот перпендикуляр, как мы помним и обсуждали раньше, это и есть наша высотная линия положения, которая представлена прямой. Ну, обозначим ее 1,1. Второй перенос 5,8 положительная. Чертим перпендикуляр. То есть, откладываем уже в сторону направления на светило. Перпендикуляр обозначаем 2,2. Ну, и последний, третий у нас перенос там вообще полмили всего лишь. Кладываем полмили по направлению на светило. Обозначаем 3,3. Что у нас получилось? Ну, вот пересечения. Раз, два и три. То, что эти перпендикуляры пересеклись вот прямо на этой линии, ничего не говорит. Это совпадение. То есть, они могли там, если бы этот перенос был немножко другой, ну, допустим, скажем так, то пересеклись бы здесь. Ну, а этот перпендикуляр был бы здесь. То есть, ну, не обращаем на это внимания. То есть, это случайность, бывает. Ничего плохого, ничего хорошего в этом нет. Мы будем рассматривать треугольник. Вот этот. Ну, и теперь одна важная вещь. Если у нас наши светила были расположены по всему горизонту, вот как у нас, например. То есть, у нас сюда светило, сюда светило, сюда светило. То есть, ну, желательно, если бы между ними всеми был угол 120 градусов, ну, или близкий к нему, вот, то у нас наше вероятное место судна находится внутри этого треугольника. Если же у нас светило находилось бы только по одну сторону горизонта, то вероятное место судна находилось бы вне этого треугольника. Как же найти это вероятное место судна? Оно находится на пересечении. Пересечении каких линий? Если почитать литературу, то говорится, что если мы знаем, что данные ошибки были только из-за случайных погрешностей, то вероятное место судна находится на пересечении противомедиан. А если из-за систематических ошибок, то на пересечении бисектрис. Это все теория, в нее мы вглубляться не будем, откуда мы знаем, из-за чего, из-за того или из-за того. Но мы обсудим, что такое противомедианы. Ну, и бисектрисы, думаю, помним. Давайте противомедианы. Продолжение следует... Будет медианой. Так и записываем. BD это медиана, так как AD равно DC. Проведем бисектрису. Помним, что бисектриса просто делит угол пополам. То есть угол ABF будет равен углу CBF. Противомедиана это линия, симметричная в медиане относительно бисектрисы. То есть BE это наша противомедиана. Считается, что угол ABF будет равен углу CBD. Тогда линия BE это противомедиан этого треугольника. На практике дело происходит так, что если у нас... Мы же стараемся все-таки взять светило, если мы, допустим, находим местоположение по трем светилам. То есть если по двум светилам, понятно, никого треугольника и быть не может. Если по трем светилам мы находим местоположение судна, то мы стараемся их все-таки взять как-то по всему горизонту. Скорее всего, так и берут. А если не получается, то обычно просто наблюдение переносит. У нас нет такой жесткой необходимости. Получается, что если мы берем светило по всему горизонту, вот как в нашей задаче, то вероятное местоположение судна будет находиться внутри треугольника на пересечении бисектрис. То есть все так и делают. Просто пересечение бисектрис. Тем более, если треугольник маленький, там сторона меньше полумили считается, ну даже если там меньше миль, большая сторона, самая меньше миля, то местоположение судна находит на глаз. Если вообще на карте, еще и на генеральной это будете прокладывать, у вас треугольник вообще может маленький получиться, если все правильно. К противомедиане прибегаю тогда, когда у нас светило с одной стороны горизонта. И как же обстоит это дело? Давайте рассмотрим. Рассмотрим мы это на примере нашей задачи, только сделаем одно изменение. Скажем, что у нас направление вот этого азимута не в эту сторону, как в нашей задаче, а в другую. Получается, что если взять, допустим, горизонт, разделить пополам, то получится, что они вот все три с одной стороны горизонта. Я думаю, что это понятно. Мы строим, опять же, этот треугольник по переносам. Как бы скажем, что перенос у нас положительный. В эту сторону получаем такой же треугольник абсолютно. И теперь нужно воспользоваться правилом освещенности. То есть, что в том, что в том примере мы к нашей задаче вернемся, будем опять же рассматривать это подробно. Что означает? Что если светило с этой стороны, например, вот направление светило, оно светит вот так. То для этого перпендикуляра или высотной линии положения это будет, которая со стороны светило, освещенная сторона, а вот это теневая. Получается, что тень будет здесь и здесь. Вот светило еще одно. Оно светит так. Вот высотная линия положения. Теневая сторона вот это и вот это. Вот это освещенное с этой стороны. И опять же еще одно светило. Теневая сторона вот это и вот это. У высотной линии положение этого светила. Я думаю, это понятно. Так вот, нужно проводить бисектрисы с углов равной освещенности. То есть, ну вот, что этот угол, например, он освещен, а этот теневой. Ну, вот скажем, с теневых углов в данный момент. То есть, вот этот, получается, угол, он наполовину как бы теневой, а наполовину освещенный. То есть, я думаю, понятно. Еще раз более подробно к этому вернемся, когда будем изучать нашу задачу. Так вот, бисектрисы мы проводим с углов равной освещенности. Естественно, противомедианы будут по-любому внутри треугольника. И по противомедианам, если находить место положения, то это вероятное место судна будет внутри треугольника. Если же по бисектрисам, так все светила расположены с одной стороны, вот я нанес уже правильно эти тени, мы проводим бисектрису так, как видим, что это теневой угол полностью, этот теневой угол полностью, этот, как вы видите, наполовину всего лишь. Этот наполовину, этот наполовину, этот полностью теневой. Проводим последнюю бисектрису. То есть, мы делим просто вот этот вот угол пополам, вот этот вот пополам, ну и тот соответственно. То есть, вот этот угол тоже равен. Получается, что наше обсервованное место судна по бисектрисам будет здесь. То есть, по противомедианам где-то внутри этого треугольника. Какое же из них выбрать? В данной задаче считается, что выбирать нужно позицию, которая ближе к углу, близкому к 90 градусам. То есть, в нашем случае, это вот этот вот угол. И, скорее всего, если пересечься тут по противомедианам, допустим, получится где-то вот тут вот место положения. Возьмется вот этот, как за решение задачи. Либо считается место, которое ближе к навигационной опасности. То есть, если было бы там где-то как-то что-то с этой стороны, то это бы место считалось бы решением задачи. Ну и, наконец-то, мы закончили с этой темой. Вернемся к практике. Когда нормальная у нас задача, когда все светила расположены по горизонту всему, и у нас просто пересечение бисектрис. Давайте опять разберем момент с правилом освещенности. У нас сейчас светило по направлению 159 градусов. Светит с этой стороны. Получается что? Что теневой сектор. Или теневая сторона, можно сказать, вот эта. Для второго светило с этой стороны. И теневая будет эта. И вот там вот тоже. Наносим. Здесь и здесь. Ну и для третьего светила. С этой стороны наносим. Здесь и здесь. Теневые стороны. И видим, что в данной задаче у нас уже углы с одинаковой освещенностью, а именно теневые углы, все внутри треугольника, нам осталось только провести бисектрисы. То есть просто разделить углы пополам. И где бисектрисы пересекутся, и будет наше обсервованное место судна. Что теперь нужно? Для чего я и просил, допустим, взять лист в клеточку, либо вот как я сделал планшет. Я сейчас поставлю вспомогательные линии такие. Мы должны найти сейчас разность широты, разность долгот, которые мы сможем применить к нашим числимым координатам и найти обсерванные координаты. То есть мы смотрим, идем вот сюда и находим разницу вот эту вот. Смотрим, что она будет 4,75. Округляем большую сторону 4,8 к норду. То есть разность широт у нас 4,8 к северу. Разность долгот найти немного сложнее. Вот эта величина, которую мы получим, это будет отшествие. То есть она у нас равно 2,9. То есть тройка это вот здесь, вот эта точка будет 2,9. Думаю, понятно. И зная отшествие, мы находим по формуле разность долгот. По какой формуле? Вот по такой. Разность долгот будет равна отшествию умножить на секондс фи среднего. Фи средняя обычно, я так могу сказать, принимают что-то между счастливыми и обсерованной широтой. То есть мы просто можем прибавить. Получается у нас там 4,8. Грубо говоря, 2,4. Прибавить, получить. Но я вам скажу, что широта 33 градуса 45 минут, что 47, что 50 минут. В принципе, величина будет одинаковая. Нам нужно минуты привести в градусы. То есть нам нужно, ну скажем, 47. 47 разделить на 60. Получаем примерно 8. Получается, что наше отшествие 2,9 умножить на секондс 33,8 градусов будет равно. Секондс можно находить по таблицам Норриса. Мы уже знаем, как это делать. А можно воспользоваться калькулятором. Не на каждом калькуляторе есть секондс. А мы помним, что секондс это единица делить на косинус. Представляем формулу в таком виде. Получаем 2,9 делить на 0,83. Получаем нашу разность толгот 3,49. Ну и осталось только прибавить нашу разность толгот разной широты и получить координаты обсервованного места судна. Так у нас к Норду и широта северная. Мы прибавляем, получаем 33 градуса 50,0 минут северной широты. Наши осуществимые координаты мы помним. 27,54,6. Прибавить 3,5. И это, и это западная. А нам сюда к западу, сюда к северу. Получаем 27 градусов 58,1 минут западной долготы. Ну, можно носить эти координаты на карту. Что еще можно сделать? Давайте я уберу лишние построения. Ну, скажем, вот так вот. Если мы чертили на карте с наших счислимых координат, тут наш курс судна шел 290 градусов. Соединяем точки вот такой вот невязкой. Ну, и продолжаем идти нашим курсом. То есть мы нашли координаты обсерованного места судна и уже ведем отчет опять с этих координат. Пару слов скажу о точности, чтобы вообще не упускать этот момент. Те, кто просто для себя делают вот эти вот расчеты и немножко тренируются в мореходной астрономии, не нужна вам в принципе точность. Это теоретические расчеты. надо учитывать коэффициент точность исчисления пути, среднюю квадратическую погрешность, измерение высоты и все для того, чтобы потом по всем формулам получить там где-то 0,8 минуты. Умножаю там на коэффициент 1,73 или вплоть до того, чтобы в два раза, чтобы получить 95% вероятность, что настоящее место судно-таки находится в таком окружности с радиусом точности. То есть, скажу откровенно, для своих. Если вот когда вы, естественно, сейчас на современном флоте, когда практикуете мореходную астрономию, взяли координаты на момент, когда вы уже закончили наблюдение, то есть, как у нас в данном случае в Венеру, мы взяли Венеру, высоту, узнали высоту и пошли записали координаты по GPS, чтобы потом, естественно, результаты сравнить. Интересно же, как правильно или неправильно мы там нашли. То есть, записали координаты, мы знаем, что мы будем все высоты приводить к последнему измерению, то есть, в данном случае к Венере. И разница между координатами, которые мы рассчитали и получили, и те, которые мы взяли по GPS, естественно, они же по GPS наверняка точные. Так вот, если эта разница не превышает 5 миль, вот, для тех, кто не каждый день практикует мореходную астрономию, а так, просто для себя, чтобы не забыть, то, значит, отлично все у вас получилось. Могу сказать, что в данном примере у меня получилась разница в 3 миль. То есть, вот, координаты, которые вот здесь мы получили, и настоящие координаты, которые были, когда судно шло, и взяли последнее измерение Венеры. То есть, разница между ними 3 мили. В принципе, я думаю, что это довольно неплохо. Ну, и на этом все. Теперь вы знаете, как полностью рассчитать от А до Я место положения судна, используя иностранные книги, Сикстан, ну, и ваши знания и навыки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!